МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши программа «Правительственная связь». И сегодня у нас в студии руководитель Государственной жилищной инспекции Чуваши, главный государственный жилищный инспектор Олег Борисович Биряков. Добрый вечер, Олег Борисович. Добрый вечер. Олег Борисович, Государственная жилищная инспекция – это орган, который контролирует соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в сфере жилищно-коммунальных отношений между собственниками жилья и, собственно говоря, всеми остальными участниками процесса. Так вот, какие именно нарушения чаще всего попадаются в этой деятельности? То есть что входит в топ-10, в топ-5, в топ-3 основных таких противоправных деяний? Ну, я, наверное, скажу первое, что жилищная инспекция стоит на страже тех интересов жителей нашего населения Чувашской республики, которые живут в квартирных домах, которые на сегодня испытывают некоторые неудобства. Я, видимо, очень много интересного познал по истечению вот этого срока нахождения на этой должности. Я думаю, что, наверное, основные сегодня те заявления жителя, для нас это самое основное, это идут по платежам, по коммунальным платежам. Это пересчет, коррекция за тепло на сегодняшний момент. Это основа, это масса, это практически 40% жалоб, которые сегодня поступают в жилищную инспекцию. То есть применение тарифов. Это корректировка уплаты, точнее, начислений за жилищно-коммунальные услуги. Второе. Наверное, у нас самое основное – это нарушение эксплуатации квартирных домов. Кто-то кого-то затопил, где-то у кого-то течет крыша, где-то что-то провалилось, где-то оголенный провод, где-то что-то не получается, не решается, у кого-то гниет или покрывается плесенью угол, где-то очень холодно со стороны торцевой. Очень много проблем технического плана. Поэтому наши специалисты выезжают и точно так же решают эти вопросы на месте. Третий пункт, который у нас есть по заявлениям сегодня, наверное, и вышел на третье место – это отношение собственников жилья с управляющими компанией. Это выбор управляющих компаний, это выбор способа управления домом. – Ну вот если можно поподробнее об этом. То есть каким образом мы, собственники жилья, можем нарушить законодательство, выбирая ту или иную управляющую компанию? – Есть регламент проведения собраний собственников для того, чтобы выдержать все рамки права. То есть, соответственно, должны быть уведомления за определенное время, поставить в известность все органы, которые рядом находятся, то есть и управляющую компанию, и то управляющих, и всех жителей, и администрацию, и жилищный фонд, если есть квартиры именно в муниципальном жилищном фонде. Провести это собрание, закрепить это собрание протоколом, собрать, если собрание очное, обычно очного собрания не получается, проводятся заочные голосования. Закрепить это документами, что это заочные голосования, потому что в квартире собственников бывает намного больше. То есть, есть ребенок, есть несовершеннолетний, кто-то определяет его права, то есть, кто-то имеет право проголосовать за этого ребенка, то есть, родитель. То есть, соответственно, должно быть свидетельство о том, кто-то отдает эти свои квадратные метры по голосованию. – Всю эту бюрократию необходимо соблюсти с одной целью, чтобы все остальные позже принятые решения были легитимными. – Так точно. – Основной способ воздействия, который доступен вам, вашей структуре в госжилой инспекции, это выдача предписаний нарушителям, наложение штрафов. Какова эффективность вот этих мер? И насколько, на ваш взгляд, штрафные санкции адекватны нарушениям? – Если бы сегодня управляющие компании, а их немало таких управляющих компаний, с душой относили к своему делу, к своему любимому делу, которое они умеют делать, то, в принципе, процентов 25-30 процентов этих жалок практически не было. Надо просто услышать того же самого же жителя какой-то квартиры. Ну что, значит, застекление различными кусочками. Приходим, они пишут, почему застеклили кусочками, а не целым стеклом. Почему одно стекло, а не два? Это все понятно. Мы же готовимся к зимнему периоду. То есть там должно двойное остекление быть. Вопрос не решен. И в суровую зиму, когда 20 градусов, да хоть и минус 4, в любом случае тепло дома отапливает улицу. Исходя из всего этого, делается предписание, что в течение определенного срока вы должны устранить эту недоделку. И, естественно же, они в течение 2-3 дней, управляющие компанией, устраняют эту недоделку. Ну а что, раньше этого нельзя сделать было? Понятно, что до здесь наказания не доходит. Но факт другой, что у нас с вами есть еще и другие нарушения в этом же доме и так далее. И когда мы проходим и видим, и не только по одному поручению, а проходим, наши специалисты проходят и по другим местам и смотрят на нарушения, они сразу же составляют акты по другим нарушениям, которые есть в этом доме. То есть мы уже как бы комплексно оцениваем. Второй вопрос в том, что после предписания, если люди не выполняют, не понимают, что есть жилая инспекция, естественно, идет штраф. К сожалению, эти штрафы не такие большие. То есть на руководителя накладывается штраф от 500 до 3000 рублей. Конечно, с одной стороны это деньги, с другой стороны это для управляющих компаний это не деньги. Я думаю, что в будущем мы изменим административный кодекс в рамках решения этих всех вопросов с точки зрения наказания. То есть в сторону ужесточения. В сторону ужесточения в однозначном режиме. Но сегодня у нас с вами идет закон о лицензировании предприятий. Мы вот обговаривали вопрос. Есть лицензирование. То есть одно грубейшее нарушение, условие эксплуатации многоквартированного дома, дает возможность лишить лицензии управляющую компанию. Это очень важное условие для сегодняшних. Если сегодня управляющие компании не задумываются об этом, то очень жаль. Если будет принят закон о лицензировании деятельности управляющих компаний. То есть вы уверены, что вам, как государственным жилищным инспекторам, жить станет гораздо легче и работать? Я думаю, что жить легче нам не станет с точки зрения жилищных инспекторов, потому что работа достаточно это будет. Она будет очень такая кропотливая, серьезная именно с точки зрения права. И мы будем решать эти вопросы не просто как бы своим жестом пера расписаться и что это управляющая компания плохая, лишить лицензии или не дать ей лицензию. Я думаю, что будет целый регламент, который сегодня даже по проекту мы уже начали составлять. Работы с управляющими компаниями. Во-первых, их необходимо будет обучить. Они должны сдать соответствующие экзамены. У них должно быть соответствующее материально-техническое снабжение. Они должны уметь и у них должны быть специалисты, которые работают в области ЖКХ. То есть это достаточно большой будет перечень, которые тем предприятиям, которые должны получить лицензию. У нас есть сегодня ряд предприятий, или точнее мелких, как я говорю, мелких предприятий, которые сегодня просто пришли. У них есть бухгалтер, у них есть друг и у них больше ничего нет. И они хотят управлять домом. Наверное, таких с рынка, такие компании с рынка уйдут. На ваш взгляд, по вашим прогнозам, по прогнозам специалистов госжилой инспекции, насколько станет меньше количество управляющих компаний у нас в республике? Не хочу заглядывать далеко в будущее, но я думаю, что процентов от 30 до 60 управляющих компаний уйдут с рынка. До 60? До 60. От 30 до 60. После чего произойдет укропнение? Укропнение управляющих компаний. Это будут самые лучшие, самые ответственные, самые те компании, которые с уважением относятся к тем, кто им платит. Это житель многоквартирного дома. И я думаю, что это очень важно. Сегодня очень много писем и жалоб, которые идут на неуважительное отношение управляющих компаний к жителям, те не могут и не хотят разъяснять то, чем они занимаются. А это необходимо, это сегодня основная задача – работать с жителем. Тем более, они платят им деньги. Ну, вот, кстати, вы сказали, да, что большое количество жалоб от жителей, но кроме жителей вы проводите, вернее, кроме жалоб жителей вы проводите еще проверки по поручению прокуратуры, по поручению органов власти, других каких-либо контролирующих органов. Вот кто чаще всего инициативен – жители ли, правоохранительные органы, органы власти? Инициатива должна идти исходить от жителей. То есть жители не должны терпеть на сегодняшний момент тот факт, что и ущемляют их права. Это очень важный этап в развитии самосознания самого жителя. Потому что сегодня, если честно, есть заявления в жилищную инспекцию. Ну, например. Ну, вот, пока, допустим, вы вспоминаете, у меня есть пример. Одна женщина обратилась к нам. Управляющая компания, несмотря на кучу предписаний, которые были ей выданы, до сих пор не отремонтировала крышу над ее квартирой. Соответственно, значит, как только сезон начинается, у нее протекает потолок. Крайний этаж, все идет в квартиру. Куда она только не обращалась. То есть, вроде бы, никто не отказывается. Никто не отказывается. Но и делать не делают. При этом у нее жилье не приватизированное, а муниципальное. Вот это имеет значение? В этом случае, что у нее крыша не должна течь, никакого значения не имеет. Вопрос заключает в том, что управляющая компания должна починить крышу. Крыша не должна течь. Все. На этом самое основное правило, которое есть между договором, между управляющей компанией и жителем. Он должен выполнить эту услугу. Вот и все. Ну вот, кстати, она обращалась в Государственную жилищную инспекцию. Государственная жилищная инспекция выдала предписание управляющей компании. Но поскольку до сих пор вот эти поручения и предписания не исполняются, куда ей обращаться следующей инстанции? Я думаю, нужно обращаться опять же к нам и написать слово «повторно». Обращаемся для решения этого вопроса. Мы определимся конкретно, с какой управляющей компанией и так далее. Потому что кроме того, что не выполнили предписание на сегодняшний момент, ведь мы применяем какие-то санкции. А санкция – это нарушение. А нарушение ведет к тому, что мы или штрафуем сначала, ну вот, если они вторично не выполняют эти предписания, которые жилищная инспекция выдала, да, то, соответственно, мы будем ставить вопросы о лицензировании этого предприятия. Это очень важный этап. Поэтому у нас есть очень хороший механизм, точнее, он вступит в строй чуть попозже, но вот этот хороший механизм. И когда будем давать лицензию, мы будем оценивать, как реагировали на наше предписание. Олег Борисович, давайте вернемся все-таки к нашей такой самой больной, самой сложной теме. Это начисление платежей. Вот в этом году в Чебоксарах собственники жилья получили квитанции на оплату двух видах. Оба вида квитанции с перерасчетом, но вот, допустим, в моем случае это минус две тысячи. То есть оказалось, что в течение года я переплатила. Теперь за январь месяц мне начислили буквально там, за декабрь, мне начислили всего-навсего 300 рублей. А мои родители, которые живут в другом микрорайоне, они получили квитанцию тоже с разницей в две тысячи, но уже с плюсом. Вот откуда берутся такие большие разницы, и с чего они складываются, и чем вообще можно это объяснить? Ну, я надеюсь, что управляющая компания не знает, где вы работаете, да? Не поэтому сделали? Нет. Минус. Нет? Нет. Соседи тоже. Соседи тоже получили такие же квитанции. В этом году на самом деле проблема с перерасчетом коммунальных платежей, особенно за тепло. У нас, в общем-то, масштаб практически всего города, сегодня именно Чебоксар, очень большой. У некоторых идет в минусе, то есть им возвращают деньги, а у некоторых в плюсе. И на сегодняшний момент очень много сегодня домов к нам обращается с жалобами о том, что этот перерасчет суммы составляет порядка от трех и до пяти тире восьми тысяч рублей. Это очень большие суммы. Я думаю, что по всем жалобам, которые у нас есть, мы обязательно проверку проведем. Причина в том, что управляющая компания, наверное, вовремя в то время, когда устанавливали одну двенадцатую платежей, не скорректировала, как необходимо. И сегодня мы получили минус. То есть это вот неправильные расчеты, да? Я думаю, что да. Неправильное применение расчетов. Это не ошибка управляющей компании, да? Это неправильная установка управляющей компании. Двенадцатый год у нас с вами был основной по установке индивидуальных приборов учета в каждом доме. Мы установили в каждом доме. И расчет управляющей компании брали не по первой части, не по второй, не по суммированию, а по второй части, где у нас уже стояли счетчики. А там была, во-первых, хорошая температура, то есть потребления было мало. И исходя из всего этого, да, сделали очень маленькую оплату ежемесячную, одну двенадцатую. Одна двенадцатая стала меньше, чем в двенадцатом году, в тринадцатом году. То есть получается, сейчас перерасчет с плюсом получили те, где управляющие компании искусственно занизили. Возможно, там вот, ну, то есть ошиблись с прогнозами и поставили потребление значительно ниже, чем оно получилось на самом деле. Я думаю, что да, на сегодняшний момент. Вместо того, чтобы сделать по средней, по годовой, они, к сожалению, сделали по последним трем месяцам. И поэтому цена, с одной стороны, люди довольны, что они в течение двенадцати месяцев платили исключительно маленькие цифры, ну, а в сумме выходит вот такая огромнейшая сумма. Поэтому мы, еще раз хочу сказать, что мы проверим все факты, которые существуют, выведем какие-то цифры. И второй фактор, мы сегодня обращаем на это особое внимание, это энергосбережение. Во многих квартирах было очень жарко, и когда в тринадцатом году все это протапливалось по полной программе, никто не говорил о том, что нужно убавить тепло. То есть никто не добивался, а это деньги, жители. И поэтому в это время необходимо, уже сейчас настало время, ставить терморегуляторы. Основная задача на четырнадцатые, пятнадцатые годы установить терморегуляторы в домах. А это может решить только собственник, потому что ко многим собственникам обращаются, люди не понимают, для чего это нужно. Новый этап развития в нашей жилищной сфере. – Олег Борисович, в Новочебоксарске последняя интересная коммунальная новость о том, что жители многоквартирных домов стали платить деньги напрямую в ТГК-5, минуя управляющую компанию. Вот это какая-то разовая акция, это постоянная практика. Чем это вызвано? – Я думаю, что это на самом деле мнение или желание жителей перейти на непосредственный способ оплаты. Те дома, которые сегодня напрямую платят ТГК-5, это те дома, которые провели собрание в своем доме. Есть протокол, и они перешли на непосредственную оплату. Сегодня у нас на самом деле ситуация сложная в Новочебоксарске. Связано с управляющими компаниями, с ТГК. Я думаю, что это находится на контроле правительства Чуваши. В январе месяце, в начале января состоялось одно из рабочих соседаний по этому вопросу, разрешение этих вопросов. Завтра, послезавтра у нас будет совещание на уровне прокуратуры города Новочебоксарска для дальнейших решений, которые мы должны принять совместно с администрацией города Новочебоксарска. Какие мы можем сегодня дать результаты для того, чтобы жители не жаловались, у них было удобство в работе, и чтобы не было двойных квитанций. – А квитанции двойные, то есть управляющая компания по-прежнему выставляет? – Так точно. – Что за социальные нормы на электричество планируют ввести правительство России уже с 1 марта? Как они будут рассчитываться, и чем, собственно говоря, нам, потребителям, собственникам жилья это грозит? Или наоборот не грозит? – Давайте начнем с того, что на сегодняшний момент, наверное, этот срок отодвинут до следующего года. То есть правительство Чувашии должно принять решение по поводу нормативов потребления электроэнергии. Но вообще это был пилотный проект для проверки в нескольких субъектах федерации. Прорабатываются вопросы на уровне России. То есть сколько человек в зависимости от субъекта может потреблять? Вот если вы потратили 100% отведенной электроэнергии, вы заплатите 100%, который необходим. По социальной норме. По социальной норме, которая существует. Если вы потратили, вот если правила такие будут, и которые применяются, 90%, то коэффициент этот может быть минус 2% от стоимости всего есть. То есть вам выгодно меньше тратить и больше получать за меньшее количество энергии. Меньше тратить за меньшую стоимость электроэнергии. Как только выходит из норматива, значит, соответственно, коэффициент сразу становится другой. В одном из субъектов жители вошли, практически 90 с лишним процентов вошли в этот норматив. Уложились. Уложились. А 10%, которые там, не уложились. И оказалось, когда посмотрели, кто не уложился, это только жители дачных участков, которые имеют свои коттеджи. То есть загородом. Загородом, которые существуют. То есть в самом городе, многоквартирных домах, в принципе, все укладываются под тем нормативом, который попробовали установить. То есть получается, что теперь весь вопрос в расчете, собственно говоря, этого норматива, социального норматива. Объема. Олег Борисович, вот с этого года у нас начались новые взаимоотношения между собственниками жилья и управляющими компаниями в плане капитального ремонта. То есть теперь у нас есть фиксированные отчисления фонд капитального ремонта дома. Каким образом государственная жилищная инспекция будет участвовать в наших отношениях с управляющими компаниями, с подрядчиками? То есть как вы будете контролировать это целевое использование средств? Ну, пока будем говорить, отчисления не утверждены. То есть норматив отчисления не утвержден. Программа сегодня формируется. Первый этап на сайтах портала ЖКХ по капитальному ремонту домов, в первую очередь, которые вышли, уже опубликован. То есть можно посмотреть для детального просмотра. Что-то будет корректироваться, что-то будет меняться. В этом плане мы, как жилищная инспекция, в обязательном порядке будем проводить мониторинг тех домов, которые идут на капитальный ремонт, сопровождение капитального ремонта и, естественно, приемка после капитального ремонта. Основные наши функции. Олег Борисович, и в завершение нашего разговора, что бы вы хотели поменять в работе государственной жилищной инспекции, вот как человек со свежим взглядом? – У жилищной инспекции очень огромные полномочия на сегодняшний момент. Мы на самом деле находимся на стадии того, что этот орган должен не просто взаимодействовать, не просто надзирать и контролировать, но еще самое главное – направлять деятельность управляющей компании в то русло, которое необходимо для населения нашей республики. Это во-первых. Второе, наверное, формировать банк данных тех управляющих компаний, которые на сегодняшний момент смогут справиться с обслуживанием населения. Это очень важно. То есть для нас, как контролирующего, надзирающего органа, это первоочередная задача. Ну и в-третьих, мы должны выстроить прозрачное отношение между нами, между собственниками и управляющими компаниями так, чтобы каждый должен получить ту информацию, которая должна быть у каждого жителя. – То есть никаких лишних задач у вас нет и никаких дополнительных функций вам тоже для этого не требуется. То есть вполне достаточно просто квалифицированно выполнять то, что уже. – Я думаю, те, которые задачи сегодня стоят, их надо просто освоить. – Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был главный государственный жилищный инспектор Чуварской Республики Олег Бирюков. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова